Мне казалось, что во мне причина. Он был нетрезвый, чем-то был опять недоволен. Ударил меня по лицу кулаком. Его пыталась выгнать, сама уходила. А потом уже психика по-другому жить не может. Сейчас, спустя три года после развода, Ольга Горкунова уже может спокойно и даже философски рассуждать о своем прошлом. С бывшим мужем диалог наладили и даже смогли стать друзьями. Но так было не всегда. За плечами Ольги 17 лет брака в условиях насилия. Сначала морального. Постоянное замечание. Что-то невкусно приготовлено, что-то нехорошо сделано, не так поглажено, ребенок себя неправильно ведет, потому что ты такая плохая. А затем и физического. О прошлом с мужем напоминает не только трое совместных детей, но и шрам над глазом, след от прилетевшего удлинителя. Свою жизнь с абьюзером Ольга называет водоворотом, высвободиться из которого оказалось непросто. Я очень долго искала психолога, который может помочь в этой ситуации. Я столкнулась с тем, что психологи помочь в большинстве своем не могут. Потому что почему-то начинают обвинять человека пострадавшего. То есть вы что-то делали неправильно, вы делали не так, вы попробуете вот так, вы же женщина. Ситуация с домашним насилием в России остается тревожной, заявляют эксперты. Уже до пандемии, по статистике, каждая пятая женщина сталкивалась с насилием в семье. А во время локдауна 2020 года число обращений в Центре поддержки увеличилось вдвое. Второй осенний локдаун прошел более спокойно. Тем не менее, по данным Росстата, в год убивает до 8 тысяч женщин. Почти в 40% случаев убийства совершаются их партнерами-мужчинами. Бороться с насилием не только возможно, но и нужно, уверена Анастасия Бабичева. Она руководитель проекта, созданного для тех, кто оказался жертвой семейного произвола. Все начинается с неприятных шуток, подтруниваний, оскорблений, а заканчивается, собственно, тем самыми ужасными историями, которые мы читаем на новостной ленте. Абсолютное большинство женщин в России продолжает молчать и терпеть. И те, кто доходят до помогающих специалистов, это минимальная часть. Для регионов все гораздо острее. По мнению юристов, проблема заключается в двух аспектах. Народное убеждение, что выносить ссоры из избы некрасиво и несовершенство законодательства. На данный момент подобные формы насилия находятся в сфере частного обвинения. То есть, даже если женщина решится заявить на мужа агрессора, ей придется собрать доказательства и подтверждающие документы самостоятельно, без содействия правоохранительных органов. Как правило, в правоохранительные органы, наверное, обращается каждая пятая-шестая женщина, до суда доходит десятая, наверное, женщина. Это хорошо, если доходит. Самая основная проблема – это дела частного обвинения. Должно быть правовое регулирование все-таки более совершенным. То есть, должен быть принят все-таки закон, который в данном случае регламентировал бы и работу правоохранительных органов, и уже регламентировал помощь, которую необходимо будет оказывать потерпевшим. Статью по бою в России декриминализовали в 2017 году. Но это не значит, что сегодня нет закона, защищающего интересы тех, кто подвергается насилию дома, объясняют адвокаты. За избиение предусмотрено наказание как административное. Это арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей. Так и уголовное, где длительность ареста и суммы штрафа выше. Однако только комплексная работа поможет изменить ситуацию, уверены специалисты. Прежде всего, каждая женщина должна понимать – бьет, значит, не любит. Самой женщине не просто освободиться от абьюзера. Нужно обязательно обращаться за помощью к родным, близким, друзьям. Получить психологическую помощь можно и по телефону, указанному на экране. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.